Привет, друзья, с вами Торвальд, и у меня для вас важная информация, важная в первую очередь для екатеринбуржцев. Но сначала послушайте маленькую предысторию. Дело в том, что мне пишут много в соцсетях и частенько меня упрекают, что я, ну, как бы отдалился от своих зрителей. И действительно, если посмотреть, как это было раньше, я создавал видео, да, по стрельбе из артиллерии. Это было актуально и полезно для очень многих игроков, и несмотря на то, что оно снималось некрякнутым бандикамом, с ужасным звуком, с ужасным фоновым шумом, с растянутыми пропорциями экрана, всех устраивало, все просили добавки. И мне самому нравилось, мне вообще нравится помогать людям. Ну, было какое-то ощущение вот такой вот и полезности, и такого коннекта с аудиторией. А потом, когда эта тема исчерпалась, ну, не будешь же по второму кругу, а продолжать просили. Видео пошли разные, разнообразные, непонятно о чем, ну, там, о тактике еще более-менее, а то и просто покатушки какие-то. То есть, простое развлекалово, это уже было не то. Сейчас же, когда я снимаю социальные видео, получается, что я понимаю подписчиков своего канала, которые даже вот именно социалку ждут, они не знают, о чем будет следующая тема. Появляется это не по графику, пожелания конкретных людей не сразу учитываются, да, как бы не всегда оперативно и не всегда вообще в принципе учитываются. То есть, ну, это уже ощущение не то, то есть, зрители уже не чувствуют такой вот горячей связи, да, вот со мной как с автором. И я хочу немножко это изменить, потому что на самом деле мне нравится доставлять людям радость, мне нравится быть вот в коннекте, да, вот со своими зрителями. И я думаю, слишком смелый шаг будет открыть сразу свои контакты вот для, ну, для всего русскоязычного интернета, да, для всего СНГ, для всего вот этого пространства. То, что меня завалят, заспамят, ну, я просто не могу, я знаю, сколько мне писем приходит там ВКонтакте. Но я проживаю сейчас в городе Екатеринбурге. И мы можем сделать такой эксперимент. Ребята, вот сегодня воскресенье, 1 июня. И предлагаю так, со следующего дня, с понедельника, со 2 июня, я становлюсь открыт для общения, для всего Екатеринбурга. То есть, ко мне можно добавляться в скайп, но вы должны написать, что вы из Екатеринбурга, и понимать, что если мы потом встретимся, вы должны быть здесь, да, а не так, что вы из Москвы написали, что вы из Екатеринбурга. Если просто так добавляетесь, то я заблокирую, то есть, ну, слишком много добавлений в скайп, я блокирую тех, кто без объяснений добавляется. Вы можете писать мне ВКонтакте, и я встречусь с вами, пообщаюсь. Разделим это на две социальные группы, на две категории. Есть люди более взрослые, у которых проблемы жизненные такие. В основном, в основном, это всегда касается семьи и профессиональной деятельности. Ну, практически всегда. То есть, что-то с родственниками, что-то, ну, бывает с друзьями. Люди обычно сразу не знают, какой спектр вопросов можно задавать, но я вам подскажу. То есть, по вопросам взаимоотношений, кто кого не понял, да, какие-то проблемы с родителями, с детьми, с друзьями, там, с девушкой, там, и так далее. Есть у вас какие-то неполадки, там, с человеком, которого вы мало знаете, но у вас есть его фотографии. По фотографии очень много можно сказать о человеке, тоже можете обращаться. По поводу каких-то, ну, вот, дипломатия, переговоры, там, продажи, я вот уже объяснял людям, да, что в этой сфере я тоже неплохо могу подсказать, помочь. Вот вы какой-то продавец или сетевик, или что-то такое, у вас что-то не получается, там, ну, и так далее. Вот. И, значит, есть вторая социальная группа, это совсем молодые люди и подростки несовершеннолетние в том числе, которые просто хотели бы, там, со мной повидаться, пообщаться. Они, ну, как-то неудобно себя почувствуют, если можно меня увидеть, но для этого нужно какую-то проблему придумать или какой-то вопрос, да. Поэтому предлагаю так, вот, воскресенье, да, сегодня первое число, восьмого числа и пятнадцатого числа у вас будет, ну, минимум два воскресенья. Я приду, как бы, в людное место, я думал про Гринвич в центре Екатеринбурга, но собраться там толпой, стоять, не знать, что делать, это не совсем то. Поэтому я выбрал карнавал, который на сортировке карнавал, значит, там на третьем этаже есть каток, вот, и в воскресенье в два часа дня, да, в четырнадцать часов, вот, восьмого и пятнадцатого июня. Я туда прихожу, если будут желающие покататься со мной на коньках, там, замечательный синтетический каток, то, пожалуйста, ну, если совсем никто не будет хотеть, то, ну, одному мне будет скучно, ну, просто пообщаемся. Ну, там, как бы, и лишней толпы не будет, там, ну, большого, как бы, скопления народу там нет возле катка, вот, ну, и прекрасно мы сможем пообщаться, вам не нужно будет ничего выдумывать. Вот, поэтому, ребята, смело можете теперь, вот, коль вы из Екатеринбурга, пишите в соцсетях, я же говорю, можете пробовать добавляться в скайп, пишите, что у вас за вопрос, что у вас за проблема, какого вы хотели бы совета, предлагаете вариант встречи, там, как, где, пересечемся, пожалуйста, пообщаемся, я бы, ну, если бы я употреблял алкоголь, я бы и пиво с вами выпил, а так, ну, ребят, составлю компанию вам стаканчиком сока, то есть, без проблем, и будем друзьями, и я, знаете, для меня это тоже польза, потому что я в этом городе недавно живу, да, я очень мало кого знаю, а так я и расширю круг своих знакомств, мне будет веселее, ну, интереснее, ну, знаете, как бы, тоже, тоже очень важно, вот, поэтому, ребят, пользуйтесь моментом, и, пожалуйста, учтите, да, сейчас 2014 год, если кто-то из вас будет это видео смотреть, ну, где-нибудь там в следующем году, или, то есть, понимаете, да, 1 июня 2014, если прошло много времени, много, я могу уже жить в другой стране, ребят, я периодически меняю страну проживания, да, и города проживания, поэтому учитывайте, да, что, может быть, вы слишком поздно обратитесь, вот, собственно, на этом все, надеюсь, кого-то порадовал, ребят, пока, до новых видео, с вами был Торвальд, все. Субтитры сделал DimaTorzok